Открытие ярмарки «Западная» с нетерпением ждали как организаторы проекта, так и жители всех близлежащих населенных пунктов. Теперь нет необходимости стоять в многочасовых пробках, чтобы попасть на другие рынки Анапы. Когда же все-таки откроется? Все ждали, ждали, наконец-то дождались. Здесь, потому что неудобно на восточный рынок ездить. Там, конечно, хороший рынок, но здесь удобно, здесь подъезды хорошие, и вообще-то место хорошее выбрали. Новый рынок расположился сразу за автомобильным кольцом на территории поселка Чембурка. Развитая инфраструктура, удобные подъездные пути, отсутствие пробок – это только часть преимуществ торгового комплекса. Организаторы проекта – местные жители, которые лично знают, с какими трудностями приходится сталкиваться потребителям. Оптовый рынок был необходим Анапе, это было понятно с самого начала. Здесь будет самая дешевая продукция, которую мы предполагаем. Мы заберем с города все, что возможно. Птицу, мясо у нас будет самое дешевое, сельхозпродукты самые дешевые. Оптовые фуры будут приезжать и будут разгружаться. Полностью социально-культурную сферу мы закроем. Общественный транспорт, который регулярно ходит в районе ярмарки, сделает рынок доступным для жителей и гостей города. Первые покупатели уже по достоинству оценили комфорт и ценообразование нового торгового центра. И очень довольна, что у нас открылся такой рынок. Он помогает старикам, молодежи сократить время, понимаете. Пришел, купил. Вот я сейчас пришла с моря, купила фруктов. Очень довольна, очень приятно. Спасибо всем, кто организовал этот рынок. Представители малого бизнеса, которые первыми воспользовались предложением принять участие в работе, тоже не скрывают эмоций. Условия для торговли идеальные. Пасечник Николай Свечников уже более 30 лет занимается продуктами пчеловодства. Но только сейчас нашел постоянное торговое место. Удобно. Есть место. Приехал, выставил свою продукцию, поторговал. Реализация, я думаю, здесь будет хорошая. Проходимость должна хорошая быть. Рядом трасса, автобусная остановка рядом. Я думаю, что рынок будет работать в полную мощь. Ну, конечно, надо время какое-то, чтобы больше рекламы сделать, чтобы люди оповестить, где рынок находится. Люди будут знать и будут ездить. Я думаю, перспектива есть у этого рынка. Мнение Николая Свечникова разделяют и другие представители малого бизнеса. В нынешней экономической ситуации такие условия – это настоящий подарок. Дело очень хорошее здесь. Они организовали. Очень хорошее. Во-первых, подальше от города. Сюда приезжая, здесь пробок нет. Место заасфальтировано. Навесы, пожалуйста. Все. Все для того, лишь бы только человек торговал. И цены как бы у них пока вот на данный момент, ребята-то деньги не берут. Как отмечает руководство, объект был подготовлен в кратчайшие сроки. Огромную помощь в организации и оформлении документов оказала администрация муниципального образования. Я хотел бы поблагодарить администрацию. Пошла, честно сказать, на выручку. Дала сразу практически все документы, подписали, увидев наш проект, который мы им предложили, показали. Они сказали, это городу нужно. Руководство ярмарки «Западная» расширяет сферу продаж и ассортимент рынка. Уже завершено строительство и оборудование мясного павильона. Начался монтаж складских помещений. Завершено благоустройство парковки для автомобилей. Мы планируем, чтобы наш рынок все-таки отличался от всех других, чтобы мы не так тянемся за деньгами, как хотим, чтобы социальная сфера и просто простые граждане приезжали и получали все самое лучшее и все самое свежее. Администрация рынка приглашает к сотрудничеству предпринимателей большого и малого бизнеса. Также выделены торговые места для людей с низким социальным доходом. По планам организаторов, рынок будет функционировать не только круглогодично, но и круглосуточно. Поэтому совсем скоро у жителей и гостей города-курорта Анапа появится возможность приобрести свежие кубанские продукты в любое время суток.